Молодец! Молодец! В Новокузнецке я выступал на сцене. Я не волновался, не было такого волнения или мандража. Просто вышел, выложился на все свои 100% и выступил. А вот когда уже меня назвали, что премию получает Владимир Черепанов, то это уже... Вот здесь я просто потерял до речи. За пять лет в театре кукол Добрята, который работает в Бийском городском дворце культуры, Володя примерил на себя разные роли. Медведя, царя, Деда Мороза. Не раз занимал призовые места в городских и краевых конкурсах. А вот награда, которую привез Владимир с международного фестиваля, стала главной в его портфолио. И забавное совпадение. Маленькую статуэтку золотого львенка он получил за льва большого. В спектакле Владимир сыграл царя зверей. Мне помочь. Уста моя утрома. Вместе с дипломом Владимир Черепанов получил и денежное вознаграждение – 50 тысяч рублей. Половину разделил со своими коллегами по спектаклю. Роли лесных зверей в нем исполнили 9 детей. Для двоих из них это был дебют. Когда пришли с Дашей, нам сначала, мне дали роль кролика, а ей дали лягушонка. Потом мы как начали читать, у нас наоборот все получилось. Я сама вот как кролик всего боюсь. Руководитель театра Татьяна Горохова и режиссер Наталья Поломошнова подготовили это представление специально для фестиваля «Кукла в детских руках». Участие в шестом международном конкурсе приняли 20 коллективов из разных городов России и зарубежья. Отборочный тур прошли только шесть команд. Бейчане стали не просто финалистами. Постановка «Великий лягушонок» по сказке Льва Устинова признана лучшим спектаклем. А коллектив получил серебряного петрушку. Решили сделать выездную декорацию. Решили и сделали. Сделали спектакль, который называется «Великий лягушонок». Ну и сегодня я могу сказать, что это действительно для нас получился великий спектакль. Девятый театральный сезон «Бейских добрят» завершился феерично. Вдохновленный успехами, юные актеры настроены на еще более плодотворную работу. А для Владимира Черепанова, обладателя «Золотого львенка» следующий год особый. Он планирует поступать в театральный вуз Санкт-Петербурга. Тем более, что от члена жюри Международного фестиваля «Кукла в детских руках» режиссера Новокузнецкого театра у него теперь есть рекомендация. Татьяна Саверенко, Алексей Мельков. Новости ОТН. Новости ОТН. Новости ОТН. Новости ОТН. Новости ОТН.